Александр Михайлович Василевский Александр Михайлович 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 Жуков провел отвлекающую операцию на Калининском и Западном направлениях. На Василевского ставка возложила координирование действий всех фронтов Сталинградского узла для проведения контрнаступления. С этой миссии он находился на ключевом участке до Великой победы на Волге. Важным полководческим качеством Василевского была взвешенность суждений, стремление по возможности принимать обоснованные решения, подкрепленные точным оперативным расчетом. «Блестяще проведенная операция по окружение по окружению войск Паулюса была только половиной дела. Не допустить Д-блокады, которая не раз уже случалась, вот задача из задачи. Но и с ней начальник штаба справился. Под его руководством войска остановили и разгромили мощнейшую наступательную группировку Манштейна. Южный фланг немецкого фронта рухнул и начал откатываться не только от Сталинграда, но и с Кавказа. 16 февраля 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР Александру Василевскому было присвоено звание маршала Советского Союза. За несколько военных месяцев он вырос от генерал-майора до маршала, став вторым в этой войне после Жукова военачальником, получившим это высшее воинское звание. Доносы, сотни, тысячи, миллионы доносов были приметой той эпохи. Несколько слов в любую минуту могли сломать жизнь всякого, даже самого высокопоставленного человека. И забывать об этом не позволялось никому. Уже когда Василевского назначили на должность начальника генерального штаба в июне 1942 года, Сталин протянул Василевскому письмо, адресованное одним из сотрудников генерального штаба Исаевым в ЦК ВКПБ, в котором он называл серьезной ошибкой назначение Василевского, так как тот по складу характера и оперативной подготовки никак не подходит к должности начальника генштаба. «Что скажете на это?» – спросил Сталин. Я ответил, что Исаев высказал Центральному комитету истинную правду. Василевский понимал, что работая в тесном контакте со Сталиным, нельзя допустить в общении даже ноты фальши. А между тем, истинное отношение большинства представителей военной элиты к хозяину Кремля было неоднозначным. Все отдавали должное его и уму, и умению как-то, в общем, заниматься серьезными делами. С другой стороны, ну кто мог ему простить вот этих его зверств и, в общем, отношение к тем же военным тоже, их друзьям, однополчанам. Ну, разве можно было это простить? Конечно, нет. Догадывался ли Сталин о чувствах и переживаниях своих военачальников? Можно не сомневаться, догадывался. Слишком пристально он за ними следил. Но почему же тогда вождь испытывал безграничное доверие к Александру Василевскому? Чтобы понять это, стоит вернуться в последний довоенный май. 15 мая 1941 года, фактически за 36 дней до начала войны, Василевский собственноручно пишет документ, который в дальнейшем получил название «Соображение по развертыванию советских войск на случай войны с Германией и его союзниками». Этот документ, написанный каллиграфическим почерком от руки, в единственном экземпляре из «Соображения секретности», не был подписан тогда ни начальником генерального штаба Жуковым, ни министром Тимошенко. Василевский предполагал, что для нападения на СССР немецкие дивизии будут сконцентрированы севернее устья реки Сана. Как показали события, именно там и были. В последствии сосредоточены мощнейшие немецкие группы армий «Центр» и «Север», которые в июне 1941 года нанесли удар на Минск. Но Сталин не прислушался к разработчикам плана. В тот момент Сталин отвергал даже мысль о возможности нападения Германии на СССР. Поэтому нужно было иметь смелость, чтобы сделать подобный доклад, наградой за который мог стать только гнев вождя. Но Сталин никогда не забывал своих ошибок. И несколько месяцев спустя вернулся к идеям, высказанным Василевским в том самом докладе. Они легли в основу многих стратегических операций Великой Отечественной войны. Однако прежде Василевскому предстояло еще не раз обратить на себя внимание Верховного, который не жаловал сотрудников Генерального штаба. Он считал, что в начале войны это обычная канцелярия. Обычная канцелярия, которая передает, вот в буквальном смысле слова, распоряжение, скажем, Верховного на фронты и больше ничего. Тот же 1941 год. Ведь 26 июня Сталин разогнал весь Генштаб. Во главе с Жуковым разъехались. Разъехались все. Кто на Западный фронт, кто на Юго-Западный. В тот момент на Василевского, назначенного начальником оперативного управления, то есть заместителем главы Генштаба, свалился невероятный объем аналитической работы и невероятная ответственность. Но вскоре стало еще хуже. В 1941 году в связи с угрожающим положением под Москвой Генеральный штаб был эвакуирован вместе с Шапошниковым в Арзамас. В Москве осталась минимальная группа из 10 человек в углове с Василевским. Потом он только узнал, что она была продиктована количеством мест в самолете на случай экстренной эвакуации. Я думаю, что этот один из тяжелейших моментов. В те дни, пожалуй, только Сталин и Василевский имели полную картину происходившего на фронте. Но оценивали ее по-разному. До окончания Сталинградской битвы Сталин, в общем-то, не представлял из себя какого-то уникального явления с точки зрения управления войсками и стратегического планирования. Он точно так же учился, учился, но надо представить, какая цена была этой учебной. Если верховный, половину войны только учится. Именно профессиональные военные Василевский и Жуков, анализируя положение под Москвой, поняли. Враг выдыхался. Пришла пора нанести удар. Они заметили, что немцы теряют свой потенциал на слепате. Оценили это, спланировали и реализовали фактически контрнаступление. Так в ходе битвы за Москву родился уникальный дуэт. Блестящая связка профессионалов. Василевский, глубокий проницательный ум, мыслящий стратегически, и Жуков, сокрушающий любые преграды при реализации замыслов. В Курской битве Василевскому пришлось особенно нелегко. Против него воевал лучший гитлеровский стратег фельдмаршал Манштейн. Под его командованием находились отборные эсэсовские дивизии. Самое большое количество танков. Но сила наших войск наконец-то превысила мощь вермахта. Состоялся окончательный перелом в Великой Отечественной войне. Освобождение Украины, Криворожско-Никопольская операция и очищение от немцев Одессы, Крыба. Вот та непрерывная цепь боев и сражений, у руля руководства которыми стоял Василевский. Это была тяжелая, изнуряющая тело и душу работа. Полная радости от побед и огорчения от неудач. За выполнение стратегических задач Василевский был награжден новым полководческим орденом победа за номером 2. Номер 1 получил Жуков. Более 200 дней обороняли наши войска Севастополь. В этих боях Василевский был ранен. После возвращения в строй перед Василевским поставили задачу по освобождению Белоруссии. Маршал с головой окунулся в генштабовскую работу. Багратион был самый блестящий, классической по замыслу и исполнению наступательной операции Второй мировой войны. Александр Василевский руководил в знакомых местах и теперь вел в бой не подразделения, а целые армии и фронты. За эту операцию он был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. В феврале 1945 года, после гибели командующего 3-м Белорусским фронтом Ивана Черняховского, Василевский был назначен на его место. Вскоре под его начало перешел и 1-й Прибалтийский фронт, который под его руководством завершил разгром восточно-прусской группировки противника и овладел городом-крепостью Кёнигсберг. Впереди был парад победы. Война закончилась. Продолжение следует... Продолжение следует...